задание первое имеем функцию в данном случае дельта это фактически расчет прогиба фермы под действием нагрузки p с такой жесткостью f размер а панели размер высоты h c это диагональ которая считается как гипотенуза это коэффициенты n это количество панелей и вот нам надо посчитать системе максима значение прогиба при определенных значениях c и а h и при некотором значении n мы построите график зависимости от функции от делаем это в системе максима это бесплатно распространяемая программа который мы сейчас вызовем вызываем программу максима вот это нажмем на ярлычок возникает интерфейс современный интерфейс возникает здесь совет на каждый день может так плестать советы вещь полезная намного на английском языке но не обращать внимание язык здесь достаточно простой закрываем мы приступаем к работе ну правда имеет смысл сначала сказать откуда мы взяли эту максимум бесплатному вот я зашел систему википедии набрал максимум получил вот этот результат и здесь есть внизу ссылка на русскоязычные вот сразу возникает это окно и тут есть загрузка но и загружайте там 6 часов битный или 32-битную программу закрыли приступаем к работе значит надо задать а и h это у нас независимые параметры соответственно длина панели и высота фермы а присвоить не беру любой его советую любой значение только не целые и стал десяток знак присвоение это просто двоеточие без знак равенства как в паскале если в конце поставить доллар то программа посчитает но на экран ничего не выдает я ставлю . запятой потом аж присвоение тоже берут три целых это учебная задача что хочет и давай две десятых здесь можно поставить дает можно не ставить нажимаем enter и сразу получается значение а и аж кстати то что при нажатии enter возникает именно вот эта ситуация они с шифтом интерка ты еще иначе это я сделал настройку здесь зашел в режим настройка и он здесь поставил галочку на enter отправляет ячейку на вычисление окей иметь мир так удобно как системе мэппл ну затем вот вот это надо почитать корень 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 считаем значит это c двоеточие square т привычное здесь а в квадрате квадрат это удобнее всего так делать в квадрате плюс h хотя можно звездочкой в квадрате enter сработало вот в корень за до вычислился затем коэффициенты c1 c2 вот эти вот c1 c2 с регистр чувствительной поэтому будьте внимательно большая маленькая маленькая c различается c равняется 8 умноженное это звездочка на отображается на виде точки на n умноженная скобка 2 умноженное на n в квадрате значит это опять двойная галочка квадрате минус 3 звездочка n плюс 1 уже скобка закрывающийся состоит деленное на 3 здесь я поставлю точку запятой и напишу c2 присвоить 2 умноженное на n минус единица нажму enter получает значение c1 c2 пора делать а а ведь я нажал сразу здесь enter и возникает с комментариям комментарий нам не нужно я зашел сюда убрал а если так вот нажать комментарий убрал и пишу дельта обозначить дл дл присвоить п взяли единицы всем советую взять соединиться по единице c большое 1 умноженное на а shift кубе плюс c2 умноженное на там звездочка стояла на что там на c и все деленное на 2h квадрат 2 умноженное на h в квадрате нажимаем вот такая функция образовалась но теперь можно сделать пошире вот такая функция образовалась конечно можно было поставить чтобы она не морочить не маячила доллары тогда она не была бы видна но для контроля так удобно строим график в x плотно в книжке смотрите все эти инструкции 2d 2d скобках квадрат 1 квадратная скобка это сам график сама функция дл не оговорился не графика функция запятая квадратная скобка аргумент n запятая нижний предел допустим 1 запятая верхний предел допустим 5 вот то есть количество панели меняется от 1 до 5 и мы строим как график как зависит прогиб от количество панели вот получился такой график кстати можно построить на одной на одном экране и построить два графика если два графика то есть через запятую вторую функцию построить например какой-нибудь 10 умноженное на в квадрате в квадрате как там нас в квадрате вот и он построить два графика рядом разного цвета хотите задать цвета задавайте color давайте раз уж мы тут ухлеклись графиками приятно там запятая квадрат на сколько пишите color color потом график первого цвета допустим green это у нас будет наш наш ideal а вот это такая выдуманная функция пускай будет black жмем вот что и требовалось может там другие всякие опции посмотрите как строится график но собственно мы хотели еще посчитать значение дельта вторая часть этого задания посчитать значение дельта при некотором значении n тут два две возможности есть можно здесь просто дать n равно n равно допустим 5 5 кстати для контроля n при пяти что-то у нас было при пяти n это у нас первый график это был зеленый это где-то 250 тогда но и вот мы сейчас тянем сюда и как увидим здесь вот только здесь место функции будет уже число вот засветивали функции стали 689 сюда и здесь вот собственно наш ответ и так 241 69 все это записали сохранили сохранили в виде файла со своим именем там как обычный файл сохранить как но здесь я пишу иванов например может латинская мужа дать очень русским луком пишем его но и номер задания ну вы же там по задание берете 2ц 2 и допустим 3 потом такие задания напомню задание вы смотрите сохранить напомню задание вы смотрите на сайте откройка я этот сайт для тех кто забыл это задание для студентов первого курса московского энергетического института кафеторы робототехники мехатроники динамики прочности машин и вот здесь заходим сюда мы здесь написано задание на практику и против каждого студента имеется его номер этот номер он берет заходит да здесь есть ссылка на максима пожалуйста зайдете в справочник на черновик мои мои книги и вот там листами 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 носили теория пока можете не знакомиться это будет на первом курсе и здесь ваше задание здесь вот дельта стоит ну вы может немножко посложнее c1 c23 дельта маленькой тоже считаете и значение усилий стержнях о у и д оптом диагональ унтер это вот эти усилий в этих стержнях а вот эти уже можно не читать причем все читаете что здесь дано кроме там где частный случай б равно б равно а но то есть не лень почитайте это все эти значения оформляете в варде как-то сделать я скажу в следующей части вторая часть задания такая простая но очень полезная это умение оформлять формулы в масс-тайпе конечно надо уметь еще и лотехи оформлять и в других системах но наберем самый-самый простой и самое удобное во первых масс-тайп скачивается бесплатно и такая демонстрационная копия вполне работоспособного сказать пожизненно 30 дней на полноценная копия работает полноценная программа работает но вам она не требуется еще установите масс-тайп и не комплексуйте что-то пиратская программа никак не пиратская на работает вполне прилично так вот эту форму просто просто перебрать это в в масс-тайпе в качестве тренировки так это я сейчас немножечко удержу был видно оба экрана вот этот экран и некие такие наработки которые они конечно простейшие прежде всего я поставился в масс-тайпе если правильно поставил то здесь в линейке имеется кнопка мастер жмем масс-тайп берем inline проверяем сайс но здесь зависимости от журнала по умолчанию он там 12 ну допустим вы возьмите 14 шрифт вот эти не регулируйте только вот это число 14 вот вот это вот сейчас вот это число 14 окей и вот в этом окне окно в окне так сказать вы набираете первое cc равно корень но корень конечно придется взять вот отсюда здесь мы жмем так здесь где у нас корень вот корень корень здесь мы берем что там нас а в квадрате а а квадрат удобнее всего смею вас верить это очень удобно делайте control h control h верхний наш не сработало я нажал неаккуратно control h квадрате квадрате потом стрелка вниз стрелка вниз плюс h control h двойка все может стрелку сделать назад сделаем enter они это не тут интернет выйти из корни нажать enter и тогда будет новая строчка дельта заглавная греческая буква сначала на перейти греческий алфавит ждете control же той игры греческий control нажал после этого берете дельта большое д большое не сработало вот так сработало равняется p в скобках c нижний индекс control и лоу один потом и стрелку кверх поднял а control h в кубе плюс c control л 2 стрелка вверх что-то у нас c control h в кубе не в кубе стрелка вниз закрываем деленное на 2 немножко сдвинем h квадрате плюс еф вот запятая здесь в общем получается один к одному к этому только это на обна кстати в лотехе лотех делать будущее я потом лотех научу если вы хотите публиковаться за рубежом или в серьезных наших журналах никого варда забудьте как страшный сон только в лотехе но пока хотя бы вот ворд научитесь control h квадрате минус 3 n плюс хотя есть знаете такая хитрость если вы сделаете или на 3 варде ну так полюбили уж ворд там есть конвертер из варда в лотех кстати скверник и конвертируется но вручную делать значительно сложнее 2 а многим лотех не нравится все задание выполнить после делаешь control с закрываешь это оказывается вот в тексте здесь можете написать там задание задание там за да не студента студента миванова ну и можете подписать там еще дата время номер группы и так далее здесь вы можете указать еще результаты которые раз там получилось там дельта равняется тому 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 то здесь вы можете и вставить тот график который вас там был график составляется очень просто и опять вспоминаю что у меня еще окно то не закрылась я просто выделяют график вот и выделила делаю control c control c перехожу хочу куда может больше не нужно мы можем вообще закрыть перехожу мой ворд и делаю control в все встал тут можно подтянуть кстати я бы рекомендовал для дальнейшего не сюда вставлять of paint тогда есть можем вот эту штучку стереть лишнюю вот эти отредактировать вот эти строчки в общем весь уже принципе работа готова работа почти готовы этот опечатку вдруг увидел здесь я вместо чтобы умножить поставил плюс значит тогда открываем так вот двойным ударом убираем тут все и кстати вот эту дробь можно было бы иначе записать давайте просто покажу раз уж я отвлекся равно можно было бы записать тут есть специальная дробь вот она вот ведь у дробь числитель и знаменатель я вот это вот могу поместить просто знаменатель раз перенес пить как а это вот и вместе с этой скорбой 1 и так вот мышкой 1 и сюда перенес вот а впереди поставил бы п то есть можем так тоже поставить но это конечно убрал бы здесь вот лишний знак вот может то есть такой вариант тоже допустим ну кому как нравится если хотите экономить место то безусловно строчку писать а если у вас достаточно много места пишите с использованием вот этой простой команды вот этой простой команды